Всем привет, и добро пожаловать в новое видео. Заканчивается наша турбулентная неделя. Ну, такова жизнь. Всякое происходит. Вчера я даже не гуляла, потому что Мила с температурой была всю ночь и весь день. Так, немножко приболели, и она подцепила. Я где гуляю, у нас окраине, ну, получается, за деревней тут везде такие тропинки в лес уходят, и тут кроме как с собаками людей никого не увидишь. Редко кто сюда заблуждается. Я позавчера тут как обычно шла, начала опять свои тренировочки делать. Меня так напугала бабушка. Она еще такая идет и говорит, вы только не пугайтесь. А я наоборот, она так это сказала резко, что я на руках дрогнула. От нее вообще никакого ни шороха не было, ни обувь ее не слышно было, ничем. Я к чему? Я просто сейчас опять кого-то встретила. Опять иду, и женщина такая в спортивной одежде идет, какая-то соседка просто в другой улице. Такая мне говорит, я, говорит, 35 лет тому назад здесь катала коляску. Говорит, скучно, что никого нету. Я говорю, да нет, говорю, мне не скучно. Я говорю, когда дома столько трубль, не знаю, блин, как по-русски. Ну, в общем, что у нас дома-то неспокойно. Я говорю, я наслаждаюсь тишиной. Может, это и странно, но вот когда первый ребенок был, тогда еще с первым ребенком начинали ходить в крабль группы. Это где мамаши встречаются с малышками с такими, которые еще в садик не ходят и в ясли. Посиделочки, всякие песенки, игры. Ну, общение, конечно, приятно. Тем более, когда еще опыта нету, какой-то опыт, обмениваешься проблемами, там, вопросами. Это прекрасное время было, но сейчас меня даже не тянет к этому. Не тянет меня никакие тут знакомства, чтобы по утрам вместе гулять или еще что-то, не знаю, блин, одичела я. Ну, нет, просто я наслаждаюсь своим временем, вот тишиной, чтобы голова была выключена, я что-то поделала, понаслаждалась звуками природы и все. Потому что каждый вот это вот напряжение все-таки на голову, да, если мы бесконечно только общаемся, слушаем что-то. А встречаюсь я со своими подружками. Что я вам видео записываю, это все-таки какой-то короткий момент, а остальное время я, конечно, опять наслаждаюсь в тишине. У нас на этой неделе с девочек по очереди кто-то дома. И это немножко так по-другому как-то, когда как не все в сборе, а когда по отдельности. И так приятно наблюдать, кто как с Милой общается и играется, когда вокруг тишина. Такие моменты засняла. Ну, вставить я вам объясняла уже, в интернет я не хочу все выкладывать. Думаю, может быть, просто хотя бы личики закрыть, да, показать. Да, просто таю я от этого. Милой так повезло. Повезло, что у нее большие братики, сестрицы, потому что это уже по-другому. Они уже по-другому играют, они уже что-то прочитать с ней могут. И вообще очень приятно. У нас в последние дни даже прям жара опять вернулась. Говорят, ведь бабье лето. Вот, ты у нас на улице выйдешь, даже не ожидаешь, потому что дома все-таки уже остыло, прохладно встает. А на улицу выходишь и думаешь, ого, какая жарища, начинаешь раздеваться. Ну, я думаю, это ненадолго. Скоро все-таки придет к нам осень. Я очень тоже люблю осень. Это другие краски, это уютное время такое. Больше проводишь под одеялком с тем-нибудь тепленьким. Это тоже по-своему классно. А самое классное, вот я вам хотела еще сказать, это вот когда лето, все-таки дни длинные, да, но когда маленькие дети, у тебя не всегда возможность закат солнца встретить. Вот как, допустим, с милашкой. Я уже как бы целый год не могла попасть на закат солнца, на какую-то фотосессию заката, потому что это было очень поздно. А сейчас вот это самое классное время, что и утром восход позже, что вот мы просыпаемся в шесть, примерно полседьмого начинает вот это вот все расцветание. Как бы уже наслаждаешься этими красками. И вечером не так поздно начинает солнце садиться, и тоже вот это вот мне самое то, что нравится в этот период осенний. Ну а теперь вы увидите немножко из моего будня. Рецептики я так шибко не пишу, потому что многое просто делается на глаз, многое из головы, а некоторые я уже здесь за эти года столько раз выставляла, что это просто мой рецепт, который я всегда использую и что-то варьирую. Допустим, я делала запеканку. Я не знаю, запеканка это или нет. Для меня это пирог, что из ли кухон. В этот раз я делала не с яблоками, а с грушами. Ну и хватит на этом болтать. Желаю вам хорошего просмотра. На этом я прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще один совет для быстрого приготовления обеда Это заготовки, заморозки. Или сами, или с помощью мужа. Некоторые овощи можно почистить, порезать и заморозить. И потом, когда они вам нужны, уже с легкостью можно одной рукой, даже с ребенком, это все просто использовать. У меня вот сейчас здесь тыква. У нас будет тыквенный суп. Также мы замораживаем морковь. Можно даже так же и лук измельчить и заморозить. Потому что это такие вещи, которые потом сложно с ребенком сделать. И, как обычно, до того, как солю и перчу, достаю порцию милы. Тут я замачиваю полотенчики кухонные. Меня посоветовали новые средства. Я теперь пробую его на всем, на что оно годится. Ну, марку вы, может, увидите. Рекомендовать я пока ничто не буду, потому что еще сама не знаю, насколько оно сильное. А вот насчет самих полотенчиков. Думала даже сделать вам обзор, что я для кухни приобрела и где. Потому что это самые лучшие полотенца, которые я когда-то покупала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любители этого средства, не ругайте меня строго, но пятна не все вышли. Хотя я сыпала и поливала кипятком, но это реальность. Желаем всем здоровья, добра, берегите себя и своих близких, проводите время больше с друг другом, даже если это не всегда легко. Самое важное в жизни — это собирать моменты, воспоминания. До следующего раза. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok